Всем привет! Яркий Автомаркет и с вами Илья. В этом выпуске мы узнаем про новую камеру Fujifilm X-T50 с новейшим китом. Сравним ее с камерой Fujifilm X-T5 и даже сравним ее еще с одной камерой. Поэтому выпуск явно будет интересным. Имеет смысл прямо сейчас подписаться на канал, прожать лайк авансом и заварить себе вкусный прохладительный напиток. Потому что мы начинаем. Fujifilm X-T50 уже фактически пятая камера в линейке X-T00. Первая была X-T10, X-T20, X-T30 две штуки, X-T40 не было и вот X-T50. И нам очень интересно, что же Fujifilm может нам предложить. Небольшой спойлер. Все несколько поменялось с того момента, когда Fujifilm представил Fujifilm X-T10 или X-T20. И поэтому сейчас мы смотрим на X-T50 не только как саму по себе камеру, но и то, скажем так, с какими другими камерами она конкурирует и вообще в каком мире она сейчас живет. Поэтому будет некая объективная часть, где мы говорим про технические характеристики и некоторая субъективная часть, в которой я буду выражать свое мнение по поводу того, хорошая это ли камера и нужна ли она сегодня. Но давайте все-таки сначала пойдем по комплектации. Камера поставляется в классической черной коробке. Эта коробка у нас с объективом 16-50 2,8-4,8. Цвет у нее серебристый, ну такой темно-серебристый. Вот такой красивый. А есть еще два цвета, естественно, черный и просто серебристый. Кстати, вот этот цвет мне очень даже нравится. Возможно, лучший из трех. Ну, по крайней мере, второй точно. Самый последний серебряный, но вот этот вот красивый. Также в комплекте у вас идет камера-объектив, крышки для них, это понятно. И есть еще вот такой вот кабель USB Type-C, USB Type-A для зарядки. Есть кабель для подключения наушников через USB Type-C порт. Об этом, естественно, немного поговорим. И классический стандартный ремень, который был все это время с нами. Все, больше ничего в комплекте нет. То есть никакого зарядного устройства в комплекте нет. Адаптера в комплекте нет. Это у вас уже, наверное, у самих есть. Ну и тут надо сразу сказать, что камера может заряжаться напрямую через USB Type-C. И поэтому, в принципе, отдельное зарядное устройство вам и не нужно. То есть комплектация такая по минимуму. Все, что нужно, есть. Перед тем, как начать с эргономики камеры, давайте посмотрим, как камеру позиционирует сам производитель. Если мы зайдем с вами на сайт Fujifilm, мы увидим, что, естественно, камеру позиционируют как любительскую, на западной манере это называется mid-range. Это где-то серединка такая. И эта камера нужна для того, чтобы ходить, снимать, получать удовольствие. И вот это все. Чаще всего, когда у нас нет акцентирования на какие-то технические характеристики, мы говорим, смотрите, как стильно. Вон, смотрите, какие красивые люди ходят и снимают. Но вот здесь самый большой упор будет на кольце, которое позволяет нам менять симуляцию пленок. Try it, попробуй это. Отлично, попробуем. Дальше нам рассказывают о различных органах управления, про электронный видоискатель, про дисплей, который, в общем-то, остался таким же, тилтовым, то есть откидывается вверх-вниз и все. И, конечно же, говорят, что есть очень хорошее качество изображения, потому что есть самая последняя матрица, самый последний процессор и стабилизатор. Но об этом мы, естественно, тоже поговорим. Но, в принципе, никакой особой здесь позиционки нет. Просто хорошая камера для того, чтобы делать хорошие снимки. Все достаточно приятно сделано, приятный сайт. Но нам надо с вами проверить, так это или нет, и вообще, как в реальности все это происходит. Именно поэтому давайте все-таки начнем с эргономики. На передней части камеры у нас практически ничего нет. Есть переключение автофокуса, сингл, континьюс, мануал фокус. Все оно еще там, с первых моделей, как обычно. И есть кнопка, которая нам позволит открутить объектив от камеры. Есть еще вот такая вот лампа, которая может мигать, если вы снимаете видео. Это, правда, отдельно в меню надо выставить. Это тоже уже давно есть у Fujifilm. Ну и в целом достаточно хорошо сделано, зачем переделывать, если работает, как говорится. С левой стороны под заглушкой у нас спрятались аж три порта. Первый это для микрофона и для тросика. Он все еще 2,5 джека, а не 3,5 джек. На самом деле это немного раздражает. Но один раз купив переходник, вы забудете об этом. Но, тем не менее, все еще до сих пор 2,5 джек с нами. Есть также USB Type-C для зарядки и для того, чтобы подключить наушники. То есть микрофон у вас включается сверху, посередине вы можете через переходник поставить наушники. В этом плане достаточно удобно сделано, хотя и тогда вы блокируете порт USB Type-C и не можете, например, заряжать одновременно камеру. Но, тем не менее, он присутствует. И есть еще HDMI. Естественно, это micro HDMI. Самый маленький, самый простенький. Но от камеры подобного рода, в общем-то, другого и не ждешь. Так что здесь все нормально. А снизу же нас встречает отверстие для штатива. И сдвоенный слот под карту памяти и аккумулятор. Аккумулятор старый, к сожалению, 126. Которого хватает по SIPA в экономном режиме на 390 снимков. В бусте, в нормальном, на мой взгляд, режиме его хватает на 300 снимков. В видео Fujifilm говорит о примерно 45 минутах. Ну, плюс-минус в любом формате. Чтобы аккумулятор полностью сел. Давайте теперь переместимся наверх. И здесь у нас есть наше кольцо для переключения пленки. Я отдельно, вот после того, поговорю про него. Потому что Fujifilm очень много напирает, что оно хорошее. Но у меня и к нему есть несколько вопросов. Есть, естественно, вспышка. У нее не очень большое ведущее число. 3,9. В общем, она есть. Ну и хорошо, что есть. Почему бы и нет. Дальше у нас идет стандартное кольцо выдержек. После кольца выдержек переключение из обычного режима в авторежим. Обычный режим это PSAM имеется в виду. Есть кнопка спуска, куда можно поставить, например, кнопочку. И есть у нас кольцо экспо-коррекции и кастомная кнопка. Обратите внимание, что отдельной кнопки для записи видео здесь в камере нет. То есть нет отдельной красной кнопки. По дефолту вот эта кастомная кнопка и является кнопкой записи, если вы снимаете видео из режима фото. Но об этом тоже чуть-чуть попозже поговорю. И больше у нас ничего нет. А, ну и в принципе я забыл вам сказать, что на передней панели есть, конечно же, вот этот дайл. Крутилка, как и на задней части она тоже есть. И, к счастью, они обе нажимаются. Сзади у нас есть кнопки удаления от драйв, просмотр, видоискатель. Видоискатель особо-то не изменился. Это все те же самые 2,34 миллиона точек. Не самые лучшие на сегодняшний день. И, опять же, если мы не акцентируем внимание на цене и на, скажем так, конкурентах, то в целом это неплохой видоискатель. Но сегодня за эти деньги, да, можно, наверное, что-то поинтереснее было бы и поставить. Тем не менее, вот такой он и есть. Дальше идет кнопка iPhone, идет дисплей, дисплей tilt, да, как мы уже говорили. Только вверх и вниз, больше никуда не двигается. Сам дисплей трехдюймовый. Разрешение дисплея составляет 1,84 миллиона точек. Это, в принципе, достаточно нормальный показатель для подобной камеры. И есть кнопка IE-Lock, джойстик, все еще маленький, не очень удобный. Меню ОК и сбоку есть кнопка Q. Кнопка Q расположена таким образом, что ее нажать несколько проблематично. С другой стороны, упор под большой палец его сделали больше, из-за чего эргономика, на мой взгляд, только выиграла. И, собственно, это хорошо и это вся эргономика. Тут стоит отдельно сказать, что Fujifilm поработали над дизайном своей камеры. Если вы помните XT10, XT32, они были похожи на такие прямоугольники. Здесь все-таки, благодаря скругленным каким-то краям, сделали камеру несколько более, наверное, приятной. Даже попытались сделать кое-какой грипп, чтобы можно было взять камеру в руки. Но грипп этот все равно достаточно маленький и нормально в руки камеру взять нельзя. Особенно, если вы, например, сравниваете с той же самой Fujifilm XT5, где грипп уже достаточно большой и действительно камеру можно держать. В XT50 все еще не так. То есть, либо L-плейт, либо привыкать. Тут одно из двух. Давайте теперь поговорим о кольце, которое переключает пленки, потому что Fujifilm особое внимание уделяет этому элементу управления. Тем не менее, в нем есть некоторые нюансы. Понятно, почему Fujifilm так делает. То есть, если вы новичок и вы покупаете камеру, у вас есть сразу переключение пленок, а Fujifilm очень знаменитым своим переключением пленок и вроде как должно быть очень удобно. Но тут есть один маленький нюанс. Дело в том, что вот это кольцо, оно никак не кастомизируется, кроме выбора пленочных симуляций. То есть, если вы хотите его забиндить на что-то другое, то у вас это не получится сделать. Оно будет делать только это. Но это не самый большой вопрос. Дело в том, что если вы используете стандартную эргономику камеры, то есть, вы не перезначаете кнопки, вот здесь рядом с видоискателем есть еще одна кнопка. Ее можно пропустить случайно. Тем не менее, когда вы ее нажимаете, что она делает по дефолту? Правильно, она вам выбирает симуляцию пленок. Вот так вот. То есть, она показывает, какая пленка у вас есть, хотя уже вроде как показана. А поменять вы ее никак не можете. У Fujifilm есть 20 пленок, а переключателей, как вы видите, здесь меньше. Но Fujifilm вышли из этого, сказав, что есть у нас три режима FS1, FS2, FS3, где вы можете забиндить любую пленку. Или поставить камеру в режим C, ну так же, как и другие, например, режимы, где вы тогда, когда вы поставите уже C, вы можете, наконец-то, теперь нажать на кнопку вот эту, которая выбирает пленки, и просто выбрать пленку. Получается, у нас как бы два органа управления отвечают за одну вещь, и непонятно, зачем это надо. И тут уже вы меня спросите, Летка, а зачем? Ну, не используйте эту кнопку для выбора режима симуляции пленок. Используй ее для чего-нибудь другого. Переназначу, и все будет хорошо. И вы были бы правы, но есть маленький нюанс. Дело в том, что когда вы переключаете пленки, во-первых, может не быть той, которая вам нужна. Во-вторых, а если вы хотите переключить, например, черно-белый режим, но с каким-либо фильтром, что вам делать? Да, по дефолту вы можете в камере задать, что мой стандартный режим, кстати, например, Black & White режима нет, есть только Accurs, обратите внимание, но вы можете его заменить, но тем не менее. Так вот, вы можете заменить, что Accurs у вас будет сразу через красный фильтр. Не просто обычный, а сразу через красный. Но если вы хотите как-то выбрать это, то вам придется проваливаться в меню, придется находить симуляцию пленок, придется это все менять. Отсюда хочется спросить, а все-таки для кого это кольцо? Дело в том, что если мы говорим о человеке, который только-только купил камеру в Fujifilm, и у него есть вот это вот кольцо, которое помогает ему выбрать пленку, то мне кажется, человеку, ну, мне было бы не очень понятно, что здесь вот у нас есть. А, Н, 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 С, Р, А, Ц, С, С, В, С, Т, Д. Что это такое? Наверное, это сложно для начала, то есть непонятно. Мы просто крутим и понимаем, что что-то меняется, но сказать, что это очень удобно, на мой взгляд, нельзя. Если вы уже немножко продвинуты и понимаете, что происходит, то вам гораздо проще переключить пленку через вот эту вот кнопку, которая есть, или через другую кнопку кастомную, которую вы можете забиндить, а не через вот это кольцо, которое больше ни на что забиндить нельзя. Поэтому, с одной стороны, вроде бы понятно, зачем Fujifilm делает это кольцо, с другой стороны, а на мой взгляд, оно не очень удобное, вот просто через пару недель, как вы используете камеру, потому что не очень удобно. Тем не менее, оно существует, может быть, вам оно очень понравится, но я считаю, что эргономически это немного слабое решение. Почему? Потому что в Fujifilm есть всего шесть кастомных кнопок, то есть шесть кнопок, на которые вы можете поставить какую-либо функцию. Да, я не учитываю, что когда вы проводите по экрану, вы тоже можете что-то делать, потому что часто бывают сбивки, я это отключаю, без этого шесть кнопок. Причем эти кнопки работают как на фото, так и на видео. То есть, если вы забиндили какую-нибудь кнопку, то в режиме видео она будет исполнять ту же функцию. Вы не можете разделить, чтобы кнопка для фото работала вот так, а кнопка для видео работала вот так, к сожалению. Например, Canon R10, он может так сделать, и там кастомных кнопок почти в два раза больше получается. В связи с этим, лишнюю кнопку отдавать под дублирующую функцию, я считаю, все-таки не совсем корректно. Ну, что-то я много времени потратил на этот прекрасный переключатель, ну, по сути, он является самым уникальным, что есть в камере. Но, не забываем, что в камере установлена 40-мегапиксельная матрица самого последнего поколения, а также установлен процессор самого последнего поколения, и есть стабилизация изображения аж до 7 ступеней. Обратите внимание, что все 40-мегапиксельные матрицы, которые есть у Fuji, они стоят на стабилизаторе изображения, внутри камерном. Наверное, это могло бы что-то значить, но что это значит, мы говорить не будем, потому что не знаем. Давайте поговорим и про другие характеристики. ISO, теперь минимальная, тоже 125 единиц, также есть 12800, и можно расширить. Серийная съемка, теперь до 8 кадров в секунду у вас идет механическая съемка, до 20 кадров в секунду идет съемка с электронным затвором. В камере за счет нового процессора есть улучшенная система фокусировки, 20 симуляций пленки и хорошее видео, о котором мы, конечно, тоже поговорим. До 6к в 30 кадров в секунду можно снимать, и даже в 10-битном цвете, что, безусловно, прекрасно. Давайте сконцентрируемся на нескольких пунктах, которые нам интересны, а нам интересно будет разрешение, нам интересен будет динамический диапазон, нам интересны шумы и видео. Тоже пройдемся по этому пункту и посмотрим, что мы можем с этим сделать. Ну и давайте сначала поговорим про динамический диапазон. Дело в том, что динамический диапазон нам действительно важен, и так как 40 мегапикселей это новый большой в плане мегапикселей сенсор, интересно, что там поменялось. Ну и давайте посмотрим. Сначала посмотрим наше любимое Photon 100 Photo. Мы видим с вами несколько графиков, я выявил, черный это Canon R10, синий это XT5, оранжевый это XH2, ну и я еще Canon R8 переделал, чтобы просто показать, что ну как бы примерно все как обычно, то есть плюс-минус ступенька с небольшим, полный кадр выигрывает, но тут смотрите, какой интересный момент, просто XT50 еще нет, ну и по моему, тоже еще не готова к XT50, а вот к XT5 вполне себе готова, и по идее графики XH2 и XT5 должны быть одинаковыми, но они почему-то у Photon 100 Photo чуть-чуть разные, даже не совсем чуть-чуть, действительно разные. XT50 должен быть где-то примерно в этой категории, ну давайте мы обобщим и будем считать, что XT50 он примерно такой же и будет, как и XT5, вот насчет этого и будем, скажем так, от этого будем отталкиваться. Ну и давайте теперь посмотрим на снимки. Как я делаю тест? Просто мы берем обычный снимок наш, какой-нибудь, делаем недоэкспозицию в несколько ступеней, переэкспозицию в несколько ступеней и все правим. И вот у нас получается вот примерно вот так, то есть начальный снимок у нас такой, а как вы можете видеть, у нас у всех снимков абсолютно усиления всякие отсутствуют, то есть мы убираем подавление шумов, убираем усиление резкости, ну понятно, чтобы все было честно. и у нас есть карточка, например, вот эта, где мы берем и корректируем ее в плюс 2 ступени, то есть изначально она была вот такой, мы добавляем 2 ступени экспозиции, ну потому что мы поменяли выдержку, и у нас вроде как все выравнивается, и вот это будем смотреть на сколько выравнивается, то есть третий кадр плюс 3, четвертый кадр плюс 4 ступени экспозиции, ну тут все, по-моему, достаточно просто, всегда так делаю. И если мы начинаем что-то приближать, например, ну давайте все вместе приблизим, да, до 100%, мы видим, что в принципе-то, в принципе, конечно же, все работает достаточно хорошо. Обратите внимание, ну на белом и не должно быть особо ничего видно, да и большинство камер, кстати, нормально тянутся из теней, но если мы спустимся куда-нибудь, где должны быть шумы, ну вот, например, вот сюда, мы видим, что на стандартном снимке на ISO 125 у нас все хорошо на выдержке, то есть, 1,7 секунды, как это любят делать прекрасный Phase 1, там 0 с чем-то, на 1,30, то есть, мы понижаем на 2 ступени экспозицию, вытаскиваем, особо ничего не происходит, дальше мы видим, что на плюс 3 уже что-то начинает происходить, какие-то шумы, плюс 4 тоже что-то происходит. В принципе, сказать, что что-то происходит кардинальным мы не можем, то есть, мы тянем из теней и ничего плохого мы в этом не видим, то есть, динамический диапазон из теней тянется хорошо, я на всякий случай напоминаю, что есть всякие Headroom и Legroom, которые позволяют с различного ISO по-разному тянуть динамический диапазон, но этим никто не заморачивается и, в общем-то, мы, наверное, с вами тоже не будем, но на всякий случай еще тоже показываю, что вот у нас есть карточка, которой мы даем плюс 4 EV. Теперь мы делаем все то же самое, но теперь у нас карточки есть наоборот, из пересветов мы тянем их назад, здесь у нас минус 2 EV, минус 3 EV, минус 4 EV. Но тут уже даже невооруженным взглядом очень хорошо видно, что даже с плюс 2 EV мы видим артефакты, а именно какие-то части у нас назад не восстанавливаются. И с плюс 3 EV становится только хуже, из плюс 4 EV, ну, все вообще брак. По большому счету происходит. Что нам это дает, какого представления, что на минимальном ISO, а именно ISO 125, у нас картинка из пересвета будет тянуться похуже. Важный ли это параметр? Ну, наверное, важный. То есть, на 125, если вы снимаете на Fuji, не сильно не переэкспонируйте картинку, иначе будет вот так. Вот, минус 2 EV. Ну, в принципе, опять же, мы можем попробовать дополнительно еще что-нибудь потянуть, например, вот этот ползуночек, но, как видите, он не сильно срабатывает. То есть, что-то, конечно, останавливается, но все равно какой-то неприятный у нас эффект остается. Просто нам не надо переэкспонировать сильно картинку. В итоге, ну, в принципе, опять же, правильнее сравнивать какую-то одну камеру с другой камерой. Все камеры на ISO 125 хорошо тянутся из низов и похуже тянутся из верхов, но обычно из верхов прямо на плюс 2 не сразу возникают какие-то моменты. Здесь, видимо, что Fujifilm можно тянуть и из минус 5, может быть, даже из минус 6 и будет в целом неплохо, а вот из светов лучше не тянуть на ISO 125. Это то, что мы говорим о сенсоре, но в целом динамический диапазон плюс-минус стандартный для APS-си камер, что, наверное, для 40 мегапикселей и для размера самого пикселя хорошо. А теперь давайте посмотрим, что там с ISO. Считается, что 40 мегапикселей на кропе это очень-очень много. Это примерно столько, сколько 100 мегапикселей на полном кадре и должны же быть какие-то последствия. Камера должна шуметь по идее. Ну, давайте проверим, собственно. Опять же, зайдем сначала на наш любимый Photons to Photo. Это уже чарт, посвященный шумам. Ну, и хотя из чарты DD тоже можно что-то видеть, но тем не менее. И вот сравним ее с Canon R10 и видим, что на самом-то деле наш, в данном случае X-T5, он даже за счет вот этого скачка несколько поинтереснее, чем Canon R10. Ну, и грубо говоря, до ISO 400 примерно одинаково. ну, хотя вот нет, здесь вот Canon чуть получше, но тем не менее. А после 12800 примерно одно и то же. Ну, собственно, давайте посмотрим, как это выглядит в реальности. Возьмем наш такой вот тестовый стенд, и для начала, естественно, все отключено, все шумадавы, и возьмем первые четыре картинки, которые у нас ISO 125, ISO 400, ISO 800 и ISO 1600. Когда мы приближаем с вами на 100% и смотрим сначала в светлообласти, кстати, также обратите внимание на детализацию 40-мегапиксельной матрицы, она достаточно хорошая, то есть мы видим с вами какие-то мелкие детали, что, конечно, нас не может не радовать, и вот мелкий текст тоже можем просматривать. И мы видим, что в светлых областях в принципе, в принципе, мы разницу-то особую не замечаем. Да, вот есть ISO 1600, да, наверное, детализация немножечко съедается, но глобально, глобально, да, она немножко съедается, но глобально как бы все хорошо. Однако, если мы с вами пойдем и посмотрим куда-нибудь, где есть какие-нибудь не только светлые области, а желательно еще и переходы, вот здесь вот, например, мы видим, что на ISO 125 условно у нас нет шумов, а вот на ISO 800 они уже проявляются, а на ISO 1600 уже видны. И вообще, у меня есть такое ощущение, что Fuji сам, даже вот без нашего ведома, немножечко давит картинку, чтобы она была лучше, но в целом, какая разница, как это делается, давит он, не давит, если в итоге мы получаем ту картинку, которую мы хотим, правильно? Правильно. Дальше мы, давайте возьмем еще несколько файлов, это ISO 3200, 6400 и 12800, давайте даже вот этих, вот этих три возьмем пока. и здесь мы уже можем наблюдать темных деталей, что 3200 это еще более-менее хорошо, 6400 жить можно, вот 12800 уже действительно намного становится шумнее, заметно шумнее, что, конечно, повлияет нам на восприятие картинки. Если мы пойдем, опять же, посмотрим светлые области, да, детали здесь уже становятся меньше, их просто банально заменяют шумы, хотя, вот опять же, в светлых областях жить, на мой взгляд, вполне себе можно. Ну, 12800, но это последнее нативное значение, это то значение, после которого, наверное, уже смысла, ну, как бы, его ставить для того, чтобы получать техническую, качественную картинку, нет. Но тут надо оговориться. Дело в том, что я периодически из различных обзоров слышу вот это вот ISO, после которого вот снимать нельзя или только для соцсетей. На всякий случай, соцсети это 2 мегапикселя условных, и в соцсети вы можете выкладывать хоть с телефона, и ничего страшного не произойдет. Мы же говорим про техническое качество, мы же 40 мегапикселей берем не для того, чтобы потом в соцсети печатать, ну, точно отправлять снимки, там, не кадрируя никак, правильно? Наверное, правильно. Поэтому в данном конкретном случае, конечно же, нам важно, что мы снимаем. Очень хороший сюжет, он будет гораздо важнее, чем шумы на каком-нибудь там 12800, или даже больше. Но если мы говорим про техническое качество, планка технического качества все равно у каждого в голове, что для одного 3200 уже невозможно, серьезно воспринимать, для другого и 12800 сойдет, но в данном случае, мне кажется, что 12800 уже, да, это уже явный такой, идет ухудшение технического качества, и до 6400 можно смело снимать, вообще не сильно переживая. Ну, хотя, как вы знаете, чем меньше ISO, тем лучше, шумов будет поменьше. И это замечательно. Однако, давайте не будем останавливаться на достигнутом, а пойдем и еще что-нибудь посмотрим. Ну, во-первых, давайте посмотрим с вами Extended ISO, это 25600 и 52000, ну, 51200. Тут, конечно, мы видим, что картинка стремительно деградирует не только с точки зрения шума, давайте вернем еще 12800, она деградирует и по цвету очень сильно, и, естественно, прям, шумы очень сильно привлекают наше внимание, поэтому, вот на этом ISO надо снимать, только если очень-очень надо, хотя никто вам не помешает взять картинку с 12800, и, если она будет недодержанна, и дальше ее пойти, скажем так, потянуть, но, вы должны представить, 25600 и 51200, ну, чтобы были окей, но, на самом деле, в общем-то, не очень-то и надо. Ну, а теперь давайте еще сравним карточки с XT50 и Canon R10. Canon R10 это 24 мегапикселя, матрица достаточно старая, ногами уходит в Canon 80D, но Photons to Photo показывает, что все нормально, вот и заодно мы интересно сравним, как будет работать эта матрица и на высоких ISO, и посмотрим на мегапиксели, тоже интересно. Соответственно, добавляем, здесь я сделал несколько примеров, для того, чтобы посмотреть и на минимальном ISO, и на ISO 12800, которые я считаю для Fuji предельным, дальше смысла точно не отойти, но, почему-то, когда я делал пары сайд-бай-сайд, у Fuji получились снимки немножечко почему-то потемнее, поэтому я взял немного первые снимки, которые брал на тест ISO, они, в общем-то, тоже подходят, иначе хочется все-таки выбирать лучшие пары, а не худшие пары, так что я надеюсь, вы меня в этом плане поймете, это почему они не абсолютно идентичны. Ну и вот у нас есть, соответственно, два наших снимка, два с Fuji, два с Canon, и на Fuji у нас они сверху, на Canon у нас они снизу, ну давайте вот заодно и посмотрим, мы начинаем приближать, вот так вот, примерно на Fuji сделаем 100%, и на Canon вот уже 100%, то есть в данном случае мы видим, что действительно на Fuji мы можем сделать картинку чуть-чуть ближе, ну скажем так, на шаг ближе, соответственно, мы можем что-то новое подробное увидеть, но, если мы начинаем сравнивать детализацию, вот именно детализацию, да, у нас надпись больше, но я бы не сказал, что здесь детализация значительно лучше, нежели в варианте с Canon, я бы не сказал, что количество деталей здесь больше, и даже резкость здесь кажется похуже, почему так происходит, потому что мы используем китовый объектив, а на Canon у нас установлен 18%, 20-35, зажатый еще до F5, ну и китовый объектив я тоже немножко зажал, чтобы он тоже был чуть-чуть зажатый, то есть тут надо помнить, что если вы хотите использовать матрицу на 40 мегапикселей и получать все плюсы детализации, то вам придется использовать высококачественную оптику, например, те же самые фиксы, о которых мы уже говорили, это 23 миллиметра, 33 миллиметра, обзор можете посмотреть на нашем канале, они уже выходили, но тут самое главное понять, насколько для вас вот это вот значение в мегапикселях имеет такую важность, потому что иногда люди говорят, что я возьму камеру 30-ти мегапиксельную, а не 26-ти мегапиксельную, потому что 30 мегапикселей больше, ну больше, но вы знаете, стоит ли оно того, мне кажется, надо решать самостоятельно, хотя бы делать какие-то снимки, смотреть, есть узкие места типа съемки птиц, к которым вы близком не можете подойти, и вам любое кадрирование дополнительное будет полезно, есть некоторые нюансы, где действительно это работает, где нужно больше мегапикселей, надо брать GFX, понятное дело, 100 мегапикселей, снимать, чтобы было 400 мегапикселей, тогда вот будет интересно, а вот так вот лично для меня я не вижу большой разницы в детализации, ну скажем так, наоборот, на Canon я вижу, что она получше, но это я все списываю на объектив, тем не менее, сюда-то я зашел для того, чтобы посмотреть еще и шумы, и вот в данном случае, да, вот 100%, 100%, это 12800, то есть, опять же, детализацию смотрим, ну здесь она ухудшается, здесь она тоже ухудшается, но тут что интересно, давайте опять же спустимся куда-нибудь где пошумнее, вот здесь, естественно, шумодавы везде отключены, и мы с вами видим, что, а у Fuji, на самом деле, не все так и плохо, на высоких ISO, то есть, на ISO 12800, мы видим, что Fuji выглядит, на мой взгляд, интереснее, чем Canon, но у Canon есть вот эти яркостные шумы, да, их, конечно, можно убирать, но это надо будет делать, а у Fuji уже за вас все убрали, да, и вот здесь вот как раз детализация не настолько съедена шумами, чем на Canon, и здесь вот как раз Fuji вот прям вырывается и становится интереснее, то есть вот прям очень характерный получил сравнение, но мы с вами также понимаем, что не только бутылки мы снимаем, да, скажем так, просто стоящие, никуда не двигающиеся, мы снимаем в каких-то еще сложных условиях, и вот допустим, у нас вот будет два вот таких вот снимка, здесь какие-то дополнительные перепады, и мы хотим посмотреть, как это все будет работать, слева Fujifilm, справа Canon, и 100% здесь, даже 100% здесь поставлю, и вы тоже здесь можете видеть, что у Fuji, у Fuji, высокое ISO скорректировано лучше, да, там нет как такового выключения шумоподавления на высоких ISO, но там можно поставить его минус 4, у Canon можно поставить выключенное, но опять же, что это значит не до конца понятно, но вот здесь мы также, первое, смотрим на Хадрида, 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 вот, и здесь мы понимаем, вот этот скачок вот для вас принципиален или нет с точки зрения увеличения картинки, а вот по шумам я тоже тут готов согласиться, что Fuji-то молодцы на самом деле, да, то есть новые технологии решают, решают, и Canon здесь выглядит, ну, похуже, похуже выглядит Canon, то есть если мы, ну вот, например, опять же, какие-то цветные шумы, здесь цветных шумов нет, и в этом плане Fuji выглядит поприятнее, чем Canon, но, и есть еще вот такая вот интересная пара, 100, вот так вот, вот, 100, 100, опять же, увеличение, тут чуть-чуть, чуть-чуть, это уже на 33 мм снят, Гарри Поттер, вот, и тут как раз детализация сохраняется, для чего, собственно, оно нам все это нужно, а шумов-то, вот здесь вот, если мы будем спускаться, мы видим, что они разные, и опять же, у Canon они сильнее, то есть, на данном этапе я готов сказать, что у Fuji, на самом-то деле, с шумами все хорошо, я даже в данном случае готов не согласиться с фотом, с ту фото, которые как-то намерили, что они примерно одинаковые, на мой взгляд, визуально видна разница, понятно, что чем меньше будет ISO, тем меньше будет разница, я думаю, на 3200, а ее особо видно не будет, на 6400 побольше, а вот на 12800 вылазит, что называется, но и если мы, продолжать будем, то у Canon, это не последнее нативное ISO, вот, если бы я хотел показать, что Fuji хуже, то можно было бы просто снять, на следующем шаге, это 25000, а Canon там, наверное, был бы чуть-чуть получше, но, опять же, это все лирика, но есть один нюанс, и давайте мы попробуем еще кое-что сделать с нашими картинками, мы получили некие результаты, теперь у нас вопрос, а что мы можем сделать, чтобы улучшить этот показатель шума, благо не зря же, какие-то программы постоянно развиваются, и давайте попробуем взять наши RAV файлы, и затащить их в PO, например, это будет DxO Pure Raw, который, в общем-то, хорошо справляется с подобными делами, и что мы получим, изначально мы имеем достаточно шумную картинку, но при обработке DxO, вот, знаете, этой серии прям магия какая-то, было-стала, и мы можем видеть в отношении один к одному, это у нас Fujifilm, а нет, это у нас Canon, EMG, это Canon у нас, что, смотрите, как приятно-то все становится, и даже детали на Гарри Поттере сохраняются, вот смотрите, было вот так, ну, по крайней мере, вот мелкие штуки на столе, какие-то пылинки, да, они не исчезают, как мусор, а остаются с нами, и это прекрасно, что же на Fuji, скажете вы, сейчас, соответственно, было вот так, как это видит, опять же, DxO Pure Raw, и потом становится вот так, это один к одному, но вот здесь, знаете, вот раньше я пробовал DxO Pure Raw, не помню, какую конкретную версию, но мне казалось, что она из многомегапиксельных снимков делает такой пластилин, что да, вроде шумов нет, ну и картинка пластилин, как бы, неприятная, но сейчас, сейчас, я скажу, что, да, знаете, очень даже и неплохо, даже хочется самому шуму немножко накинуть, а то как-то неприлично становится на 12800, то есть вот было, грубо говоря, тут на 100% надо увеличить, вот так, а стало вот так, да и неплохо, скажите вы, да, я вот скажу, неплохо, с Canon тоже самое, вот, был вот так, стало вот так, но, опять же, даже если мы берем DxO Pure Raw, то мне кажется, что шумы на Fuji, давятся, видите, странный паттерн идет, да, такой, неравномерный, где-то вот побольше шума, где-то поменьше, неравномерный, тем не менее, нас это вообще-то не сильно должно волновать, нас волнует только финальный результат, и что я в данном случае хочу сказать, очень хорошо, что камеры развиваются по шумам, действительно, шумы часто напрягают, Fujifilm молодцы, что они давно уже, достаточно давно, сделали свои шумы не иллюминисцентными, то есть они черно-белые, чем-то напоминают зерно, и поэтому не сильно отвлекают, новые камеры Canon, в общем-то, тоже так делают, а R10 так еще не делают, ну, потому что, опять же, матрица взята давненько, и процессоры так сильно не обрабатывают, хотя, если включить шумоподавление в самой камере, там, от яркостного шума можно чуть-чуть избавиться, ну, его можно избавиться и в той же самой Capture One, но, на мой взгляд, получается не так мощно, как на DXO. Что это значит? Надо продавать полнокадровые камеры и брать кроп? Нет, не значит, потому что с полнокадровых камер вы еще больше можете чего-то добиться, то есть вы можете поставить ISO 100000, и у вас будет еще так же, так что, нет, смысл в полнокадровых камерах есть, но, это значит, что шумом бояться уже не так сильно и нужно, даже если у вас камера, скажем так, не сможет сделать, как вы хотите, то, с помощью ПО, вы точно сможете сделать, как вы хотите, но вынужден констатировать в данном конкретном сравнении, по, скажем так, детализации, ну, по крайней мере, вот с китовым объективом, да, и вот, вот этот шаг увеличения, на мой взгляд, это не так сильно влияет, а то, что вот Fujifilm шумит меньше, X-T50 меньше, чем Canon R10, это, конечно, приятно. Автофокус. Автофокус в камерах Fuji, когда появился новый процессор, стал заметно лучше, и теперь нельзя говорить, что у Fujifilm плохой автофокус, но, к сожалению, мы еще и не можем говорить, что хороший. Отдельно надо уточнить, что в X-T50 появились, скажем, функции отслеживания не только людей, глаз, но еще и рыб, машин, венчелов всяких, и вот всякое такое. Это, конечно же, работает, но пока, на мой взгляд, рано говорить, что это работает идеально. Ну, есть уже неплохо. С точки зрения фотографии, в целом, Fujifilm работает достаточно быстро, потому что на многих объективах есть уже LM-моторы, и, в принципе, по-кадрово снимать проблем-то особых и нет. Если мы говорим про AF Continuous, он еще не такой, далеко не такой бодрый, как это сделано в Sony, или как это сделано в Canon. Если мы говорим про автофокус в видео, то так же, как вот в обзоре на 33 мм, 1.4, как в обзоре 23 мм, 1.4, характер поведения примерно такой же, то есть у вас не плавное доведение до вашего объекта, а доведение как бы немножечко скачками. На мой взгляд, это не очень приемлемо с точки зрения нормального фокуса по видео, автофокус по глазам все еще в этом случае работает лучше. Ну, то есть в Fujifilm есть куда развиваться, возможно, во многом алгоритмам, нежели уже просто железу, но тем не менее, Fujifilm стал заметно лучше, чем был, но есть еще куда расти, скажем так. Еще я решил проверить скорость серийной съемки. Напоминаю, что у Fujifilm в механическом затворе до 8 кадров в секунду, в электронном затворе до 20 кадров в секунду. Но в эти до 20 кадров в секунду уже идут с кропом. И если вы снимаете в JPEG, то у вас в целом все хорошо. Fujifilm, кстати, переводит на своем сайте прям таблицу, как это все должно выглядеть. Давайте я вам ее покажу. Вот такая вот есть таблица, которая нам говорит о том, что в электронном затворе в кропе примерно 1.3 вы можете снять JPEG 168 кадров, а RAV вы можете снять uncompressed 17 кадров. Ну и, соответственно, чем меньше скорость, тем, соответственно, больше вы можете снять. Вполне логично, да? То есть еще и зависит от того, какая у вас карта. Если вы хотите баловаться этими вещами, то, конечно же, имеет смысл ставить UHS-2 карты. У меня не было UHS-2 карты, была только UHS-1 карта. И когда я снимал, выяснилось следующее, что если вы снимаете в JPEG, то на самом деле вы можете наснимать прям достаточно много. Вот я отснял 200 с чем-то кадров на JPEG, они, кстати, уменьшаются, естественно. Но в целом эта функция достаточно хорошо работает даже с обычными картами. С RAV уже получилось немного странно. RAV вроде вам рассказывал по ощущениям, что вроде как съемка идет. Вы несколько секунд держите эту кнопку, а потом ее отпускаете, и оказывается, что у вас всего там 20 кадров. То есть вы... Нету вот какой-то индикации у Fujifilm, как это все... Ну, что это работает. И вы не понимаете толком. Да, у вас 17 кадров в буфере, я понимаю, что он быстро заполнился, и все, и привет, и больше я ничего сделать не могу. Но я, как пользователь, этого не понимаю. У Sony есть вот эти вот мигающие штуки по краям. На мой взгляд, можно было сделать примерно так же, тогда мне было бы проще. Тем не менее, если вы хотите поснимать репортаж, конечно, XT50 не для репортажа, но тем не менее, если вы хотите поснимать репортаж, то вы можете это сделать, в JPEG-ах будет, в принципе, неплохо. Ну и функция Pre-Shot тоже будет в этом плане для вас неплохо работать в JPEG-ах. В RAV-ах будет, но очень мало. Ну и теперь по видео. Видео в XT50 аналогичное Fujifilm XT5 и на мой взгляд они несколько такие многострадальные. Сейчас я объясню почему. И надо будет сделать из этого даже небольшой вывод. Дело в том, что у Fujifilm на бумаге все очень хорошо. То есть, вы можете снимать до 6К, до 30 кадров в секунду, 4К 60 кадров в секунду. И это, конечно же, хорошо. То есть, очень много спецификаций. Вот и битрейт-то, в общем-то, достаточно неплохой. И 10 бит у вас есть, и F-Log 2 у вас есть. И все это замечательно. И DCI у вас есть. И все должно быть хорошо и великолепно. И зачем к этому цепляться? Но дело в том, что у вас каждый режим имеет свой какой-то подвох. Либо этот подвох связан с тем, что вы снимаете с части сенсора. Либо это подвох с тем, что у вас есть пропуск строк. Либо подвох, ну, часть сенсора это значит кроп. И в каком-то смысле вы не имеете ни одного чистого режима, чтобы вы снимали там 4К с полной матрицы в оверсэмплинге. Такого у вас просто нет. У вас везде есть какие-то нюансы, которые вот вы еще найти, еще надо найти и посмотреть, где оно все живет. благо, когда вы снимаете у вас на экране указана кнопка, точнее не кнопка, а индикация, какой у вас кроп. Но это, конечно, все не очень весело, не очень интересно. X-T50, если мы серьезно рассматриваем камеру для видео, ей таковой, наверное, и не является. Хотя, повторюсь, будет маленький нюанс. С точки зрения rolling shatter, у вас будет примерно 25 миллисекунд на как раз 4K HQ Mode, хотя минимальный, можно добиться до 15 миллисекунд. И 24,8 миллисекунд это достаточно много, то бишь, rolling shatter вы будете видеть достаточно хорошо. Нет, не очень хорошо, как вы понимаете, по современным, скажем так, моментам. Сейчас полнокадровые камеры выдают меньший уровень rolling shatter и хотелось бы, чтобы он тоже занижался. Но так как здесь 40 мегапикселей, есть определенные свои ограничения, и это тоже надо понимать. Ну и последнее, о чем хочется сказать, наверное, это про перегрев. Батарейка маленькая, корпус маленький, и мы ожидаем, что перегрев случится. Однако, если мы смотрим на Fujifilm, опять же, в инструкцию, то там будет указано, что 45 минут примерно Fuji может снимать, даже в 6K. Я попробовал поснимать в 4K HQ, это самый сложный должен быть режим для камеры, и без, скажем так, температурных, с температурными ограничениями, вы не ставите, вы не убираете температурные ограничения, чтобы камера грелась сколько угодно, а у вас есть температурные ограничения. И вот с этими температурными ограничениями камера смогла проработать примерно 31 минуту, и только после этого перегреться, и сказав, что извини, я больше снимать не буду. Ну, на мой взгляд, это не, конечно, это не самый хороший результат, давайте так, по чесноку, но и не самый плохой. Я видел обзоры блогеров, которые говорят, что 4K можно снимать и где-то полтора часа, и все будет нормально, но, повторюсь, я не воспринимаю камеру Fujifilm как серьезную камеру для съемки видео, но тут давайте сделаем маленькую ремарку. Почему мы часто слышим вот этот момент, что камера не очень подходит для видео, не что она такая плохая, и я вам отвечу, да нет, в принципе, нормальная камера, даже с пропуском строк, если вы будете снимать, конечно, видео будет менее резким, но, тем не менее, в целом, оно будет неплохим, но есть определенные режимы, которые позволяют вам и снимать с максимальной резкостью, но это все относительно неудобно, и более того, сейчас легко можно найти камеры за те же деньги или дешевле, которые не будут вам давать вот этих разных непонятных интерпретаций, что и как вам надо нажимать, в какие кропы вы должны входить, а просто будет вам писать спокойно 4К с оверсэмплингом и получать гораздо интереснее результаты, да и по батарейкам они будут тоже получше, ну и роллинг шаттер тоже будет поменьше, поэтому, если вы берете камеру Fujifilm X-T50 и периодически снимаете на ней видео, волноваться вам, наверное, не стоит, а если вы хотите заниматься, стать профессиональным видеографом, то возможно имеет смысл или хотя бы иметь гибридную камеру, то наверное есть смысл посмотреть и не на некие другие решения, ну и собственно давайте попробуем сделать выводы и поискать эти самые другие решения. Получилась ли камера Fujifilm X-T50? Тут, наверное, надо ответить, что да, получилось. В целом, если мы смотрим на нее как на камеру, то у нее хорошее качество фото, в целом нормальное качество видео, у нее есть фишки из старших линейок модели Fujifilm и даже переработанные дизайны и скажем так, он поприятнее что ли стал, есть даже отдельная кнопка для симуляции и новый китовый объектив со стабилизацией изображения и вроде все должно быть хорошо, но есть одно маленькое но и это но цена. Камера сейчас стоит 1400 долларов, напоминаю, что это не самые маленькие деньги, которые есть на сегодняшний день, это кроп сегмент, и в линейке даже давайте посмотрим, что у нас есть в линейке Fujifilm, в линейке Fujifilm у нас также присутствует камера XS20, которая эргономически мне кажется все-таки поудобнее, а стоит она даже чуть-чуть дешевле, и как фото-видеокамера она подходит больше, потому что с видео там получше, OpenGate есть, и вот этих моментов с странностями режимов их меньше, если же мы хотим все-таки камеру больше для фотографа, хорошую, красивую и так далее, то тут уже недалеко от нас стоит камера Fujifilm XT5, XT5 стоит 1700 долларов, но здесь и большой видоискатель, немножко другой дисплей, эргономика, которая значительно лучше, две карты памяти, новый аккумулятор и так далее, 15 кадров в секунду механического затвора можно снимать и в разницу в 300 долларов мне кажется это окупает, ну и более того, такие камеры часто берут именно из-за дизайна, ну и в XT5 дизайн все-таки получше, чем в XT50 и собственно хочется спросить, а для кого эта камера в общем-то тогда предназначена, когда были слухи о XT50 мне казалось, что эта камера должна быть ниже по стоимости чем XS20 то есть какой-то входной билет в линейку например Sony только что представили камеру ZV-E10 Mark II которая правда стоит 1000 долларов предыдущая стоила там 700 долларов кстати не знаю предыдущая если будет продаваться то в общем-то и будет продаваться и это тот шажок который можно сделать чтобы войти в систему Sony если мы говорим про Canon там вообще R100 есть да к нему очень много вопросов но его цена так ответ а здесь мы сейчас получаем что современные камеры Fujifilm начинаются с 1300 долларов вот 1300 вот 1400 тут кстати еще X100 рядышком стоит 1700 есть XH2 и XH2S и как-то слишком много получается на вот этом пятачке а-ля 1300 1400 долларов и зачем например вот эта камера нужна или кто ее конкретно купит мне немножко странно представить потому что есть варианты даже от самих Fujifilm не от других компаний а от самих Fujifilm что можно выбрать и что можно выбрать даже на мой взгляд повыгоднее или поинтереснее а если мы посмотрим еще рядышком то я не знаю пожалуйста производитель выпустить какую-нибудь еще одну камеру надоело ссоться на одну и ту же честное слово но есть еще Canon R8 который стоит 1300 долларов и это полный кадр хотя тут вы можете сказать ну там есть некоторые нюансы и стабилизатора нет и оптики боже мой нет и вообще что с этим делать но стойте ну мы же живем с вами в России давайте посмотрим на те цены которые есть сейчас на камере вот например XT50 да она только появилась и возможно чуть попозже через месяц цена немножко сойдет но тем не менее вот сейчас XT50 стоит 150 тысяч рублей боди 150 тысяч рублей а XT50 с китовым объективом стоит 200 200 тысяч рублей что на мой взгляд в общем-то не так уж и мало если же вы захотите тот же самый Canon R8 или Canon RP то обратите внимание вот буквально недавно прошла акция где вы по трейдину могли взять Canon R8 за 115 тысяч 900 рублей но это означает что нужно подписываться на наши все соцсети чтобы не пропускать такие замечательные акции естественно но извините 115 тысяч рублей а в ките 127 тысяч рублей да к этому Canon R6 Mark II Body уже можно взять я про Canon RP ладно не буду говорить но вот Canon R8 Body и еще взять 24 105 новый и у вас F4L и у вас вообще все прекрасно когда мы сравним вот по таким параметрам да то тем более возникает вопрос извините а кому в общем-то надо покупать XT50 уж лучше тогда XT5 купить если вы хотите Fujifilm или XS20 более того недавно компания Fujifilm выпустила X106 которая стала очень популярной и по заявлению самих Fujifilm их не найти предзаказы и всякое такое и было интервью Fujifilm когда спрашивали а почему вы не увеличите количество камер ну на что они говорят не всем брендам быть как лейка мы хотим быть как лейка вот такая у нас позиция а я вот знаете смотрю на это и думаю ну вот у вас есть XT50 ну не делайте вы XT50 которые не факт что побегут их покупать а делайте например X106 которые вот точно побегут покупать за эти же кстати 1400 долларов XT50 и почему и почему так не сделать лично мне например не очень понятно поэтому с одной стороны да с камерой все нормально с другой стороны зачем ее покупать ради того что вы любите крутилки ради 40 мегапикселей я не могу точно ответить на этот вопрос к сожалению то есть если бы подобная камера с какими-то ограничениями условными стоила там тысячу долларов например тогда да тогда можно об этом говорить это опять же конкурент был бы там той же Sony или тому же Canon R10 который стоит порядка 900 с чем-то долларов наверное сейчас а вот сейчас XT5 за 150 тысяч рублей я не очень понимаю для чего он вам нужен я бы вам советовал XT5 еще раз если вы любите систему Fujifilm вот такие дела такие дела вроде все хорошо с одной стороны а с другой есть нюанс но нюанс тоже серьезный так что мне будет крайне интересно что вы напишите в комментариях имеет ли смысл для вас покупать эту камеру либо вы знаете какой-то довод такой который мне лично не попался или в голову не пришел а было бы интересно послушать и почитать ваши комментарии на этот счет ну а на сегодня это все естественно все ссылки необходимы будут в описании подписывайтесь на канал подписывайтесь на все наши соцсети чтобы не пропускать такие вот замечательные акции где можно R8 за 115 тысяч урвать я вам так скажу вот это вот когда ты видишь такие цены ты думаешь где бы найти деньги когда ты видишь XT5 за 150 тысяч рублей ты думаешь come on зачем вот поэтому интересно услышать ваше мнение а на сегодня все большое спасибо за просмотр с вами был Илья пока там Продолжение следует...